Ван Шоу Ки-З. Просто первые. В Сочи 20-й фестиваль. Нифига себе вот в тепле размотало. Извините, вы кто такие? Мы? 80% населения России. Слушай, я не пойму, а что тут все тут резвятся, скалятся, танчат? Ну как, это сочинский фестиваль. Мы на кинотавре. Да нет, это фестиваль КВН. Оба-на, отхлебана. Слышь, Жигуль, хочешь тебе очередного Гагарина покажу? Какого еще Гагарина? Не обращайте внимания, занимайтесь своими вещами. Ну что, поехали! Во, Гагарин! Ну здравствуй, 20-й сочинский фестиваль. А давайте сразу представим, молодой человек ночью приводит девушку домой. Так, заходи, заходи так, снимай куртку, да, только тихо, тихо, тихо. Сынок! Так, иди в мою комнату, раздевайся, а я сейчас приду. Сынок! Да, мам? К нам дедушка в гости приехал, мы ему у тебя постелили. И-ха! Ну а как же уехать из Сочи без памятного подарка? Такси! Такси! Нифига себе, ты чучкел, альбатроса сбил! Парни, берем вино домашнее! Слышь, питон, это никакая не омывашка, ты и лобовуху не трешь? Да ты че, сам готовил? Да? У меня после твоей подливы печень, как рубль, не обвалится? Сердце, как мгат, во вторник не встанет? Слушай, обижаешь! Слышь, я после твоего киселя на сантехнику орать не буду? Это не вино, а мед! Так вино или мед, а? Это аллегория! Так вино, мед или аллегория? А берите, не думайте! Ну ладно, Жугуль, запилку взяли, пошли водяра наберем! Водяра! Гороскоп на НТВ Все сдохнут! Слышь, Жугули, сюда! Смотри, сейчас за кулисами телефон нашел! Фирма Верту! Ай, стопудово китайский, а! Да! Главная телефонная книга такая интересная! Смотри! Верник, Гусман, Макаревич, прокат канатов Слушай, пошли обратно положим, походу, спортсмен какой-то! А как вы все знаете, любовь настолько стихийное чувство, что может возникнуть абсолютно где угодно, и даже в мясных рядах! Мясо, фарш, пальцем пиханая колбаса! Пенсионер, слышь, купи копыта! Так сегодня акция ливерка по цене ливера! На! Эй, славяне, покупай деликатесню! Ничего не говори! Сегодня в шесть на овощебазе! Зачем? Я тебе их пожарю! На! Сапог! АПЛОДИСМЕНТЫ А в конце нашего выступления мы хотели бы сделать подарок президенту Международного союза КВН! Слушай, я не понял, а мы в высшую лигу попали? Да! Ну, все равно, человек-то хороший, правильно? Уважаемый Александр Васильевич! По последнему закону высокопоставленным лицам запрещено делать подарки дороже трех тысяч рублей! Поэтому здесь ровно треха! Возьмите нас в высшую лигу! АПЛОДИСМЕНТЫ Стэм! Команда КВН «Триот-идиот» в Смоленске! АПЛОДИСМЕНТЫ Тема конкурса «Любовный треугольник». А иногда в «Любовном треугольнике» появляется еще одна очень маленькая сторона. Итак, конец рабочего дня, самый обычный детский садик. Коля, ну потерпи немножко, сейчас у меня последнего ребенка заберут, и я приду. Да, ну потерпи-то, да, скоро буду. Это ж надо, да? Из-за какой-то мелочи у меня тут пятничный вечер под угрозу встал. АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, ради бога, извините, на работе задержался. Ну, наконец-то, давай ты забирайте своего ребенка, я на свидание паспору. Конечно, да. АПЛОДИСМЕНТЫ Это че за акция такая? Участвуешь? Так, дамочка, вас как зовут? Эльвира Леопольдовна. Эльвира Леопольдовна, как говорил ваш отец, давайте жить дружно. Дайте мне девочку! Ты че, тупой что ли? Не видишь? Девочки кончились, бери мальчика. Пу ты! У меня последний раз такая ситуация в Таиланде была. Да, да, мой хороший, да. Накрыл уже. Накрыл тебе коньячок. Ну, потерпи немножко, да. Скоро буду. Скоро буду! Женщина, где моя дочь? Ну, я откуда знаю? Может, забрал кто-то? Да как? Вы моё чадо чужим людям отдали. Ну, откуда я знаю, что это твоё чадо? На ней же не написано. На моей написано! Она четыре раза терялась. Четыре... А ну-ка, дыхани. Да что вы себе позволяете? А ты себе, по-моему, на работе позволяешь. Я, между прочим, в банке работаю. А, с ноября квасишь? Женщина, я вам говорю! Верните мне девочку! Дайте мне её! С такими предложениями ко мне нужно было лет пятнадцать назад обращаться. Ой, да ладно! Да, я поздний бутон. Да! Коля, я тебя пять лет с поселения ждала, что ты меня пять минут до текстильщика подождать не можешь? Да, всё, терпи, я же терплю! Так, на чём мы остановились? Верните мне мою Машу! Твою Машу? Слушай, мужик, а может, ты с садиком ошибся? Точно, когда дочку сюда отдал! Меня ещё ваше название смутило! Скака! Не скака, а сказка. Мы просто букву потеряли. Я не удивлён! У меня дочка после вашего садика вообще, как сапожник матерится! А, вот кого сторож нахватался! Вы чё, давай позволяйте вообще! Это вы себя помогут! Извините, 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 простите ради бога. Я, по-моему, случайно не ту девочку забрал. Так, стоп, 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 стоп. По правилам Стэма на сцене не должно быть больше трёх человек. Ой, я тебя умоляю, а что, Александр Васильевич, до детей докапываться будет? А, ну да. Так, давай, что у тебя по делу? В общем, я только с плавания вернулся и первую попавшуюся девочку с якорьком схватил. Простите уж ради бога. Ты, по-моему, в каждом городе первую попавшуюся схватаешь. А потом её с якорьком оставляешь. А якорюк, между прочим, кормить и растить надо. Ну вот, неврастенник бородатый. А ты психовал. Вот твоя девочка, забирай. Ну это не моя девочка! Как не твоя? Да вот так это не моя! Почему в жизни всегда так бывает? Когда разбираются взрослые, то проблемы возникают почему-то у детей. Вот, видишь, у мальчика шок! У меня у самого шок! Да, конечно! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok